Первыми на лёд сегодня вышли команды «Белые медведи» и «Феникс-2». Игроки представляют Москву и Московскую область. Весь первый период команды вели хорошую атаку и защиту и ушли на перерыв, не открыв счёт. Но потом разыгрались и начали забрасывать шайбы ворота, показывая одинаковый уровень. И только в третьем периоде вторым «Фениксам» удалось обойти «Белых медведей» и завершить встречу со счётом 3-2. Каждый игрок из семи сборных, представляющих Москву, Московскую область, Оренбург, Удмуртию, Ханты-Мансийск и Челябинск – кандидат на участие в Корейской паралимпиаде. И сейчас на финальном этапе турнира каждая из команд намерена стать лучшей или занять призовое место. «Я на протяжении всего чемпионата России буду находиться здесь и очень внимательно с карандашом, блокнотом смотреть за каждым действием, за каждым принятым решением ребят. Продолжается паралимпийский цикл подготовки к зимним паралимпийским играм в Корее. И, конечно же, для нас это очень важно». Чемпионат России проходит в преддверии чемпионата Европы, который состоится в Швеции с 5 по 11 апреля. Наиболее перспективные кандидаты будут включены в состав сборной, которая впервые сможет побороться за континентальный приз. «Наши хоккеисты за очень короткий промежуток времени, всего пять лет занимаются Россией слежхоккеем, добились выдающихся результатов. Хочу поблагодарить прежде всего Сочи. Хочу сказать слова благодарности буквально всем. Это счастливый город для нас. Потому что, например, Кёрлинг был в числе призёров. А уж я не говорю, о биатлоне и лыжных гонках, где наши спортсмены повалили, как мы выражаемся языком спортивным, весь этот мир инвалидов». Как отметил президент Федерации спорта ЛИЦ, с поражением опорно-двигательного аппарата слежхоккей продолжает развиваться, пока он совершенствуется только в семи регионах, где уже виден прогресс и в детском слежхоккее. Эти темы станут предметом обсуждения на встрече Совета Федерации в Москве 4 марта. Посетить же нынешний турнир сочинцы могут бесплатно, а матчи проходят ежедневно до 2 марта включительно.